Всем привет! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. У меня сегодня распаковка моей декабрьской посылки из Японии. Это будет очень небольшая посылка, но там будут интересные вещи. Если вам интересна эта тема, оставайтесь со мной. Посылка на этот раз пришла очень быстро, но пришла быстро в Литву. Но литовская таможня очень долго держала. Сначала ждали какого-то разрешения Европейской комиссии несколько недель. Потом, когда получили разрешение, разрешили декларировать. В общем, затянулось все на месяц, только как бы из-за процедур в Литве. И, как всегда, все хорошо упаковано. И давайте посмотрим, что там интересного. Знаменитая лимитка сезона. Вот эти Мэджи конфеты Мельтикис. Мы в этот раз выбрались с ванилью. Должен быть такой утонченый вкус. А вообще они есть с зеленым чаем, с клубникой разные. Мне очень нравится, как они упакованы. Каждая маленькая конфетка отдельно. И вообще, что мне нравится в японских сладостях, это не так, что ты покупаешь какую-то большую коробку, наедаешься. А это все такое миниатюрное. Просто вот побаловать рецепторы вкуса. Мы с дочкой очень любим. И даже когда мы заказываем какие-то сладости, допустим, получается дороже, чем если бы мы здесь что-то покупали, мы всегда себя даже немножко сдерживаем. Говорим, что вот не будем здесь всякие покупать сладости, а дождемся наших любимых конфет из Японии. Вот. Так что вот эти очень такие, очень приятные конфетки. Это мыло для интимной гигиены. Мы уже заказываем не в первый раз, потому что нам подошло, нам нравится. Наверное, раз в третий уже повторяем. И оно, конечно, это вот японская вообще традиция интимной гигиены. Основанно здесь входит в нее, в это мыло, травяные экстракты. И мыло оно не только очищает, но и поддерживает тоже микрофлору, ухаживает за кожей. И поскольку кожа в интимной зоне очень тонкая, то придает тоже увлажнение это мыло. И в формуле содержит не только экстракты растений, но и протиагликаны, коллаген, эластин. В общем, вот в этом плане японские средства, конечно, впереди. И еще мы заказали, я не знаю, как правильно называется, фурика ке, наверное, это приправы для риса, очень классные. Тоже заказываем, наверное, в третий раз мы их уже. Сейчас не открою, но их вот здесь видно 5 разных видов по 5 штук, по 4. Здесь 5 по 4, 20 пакетиков и разные вкусы. Сейчас расскажу, какие. Желтые пакетики это яйцо, фиолетовые это нори, синие это мальки, красный лосось и розовые это уме и хлопья тунца. Они настолько вкусные, что даже если, допустим, кто-то не любит рис и попробует вот с этими приправами, это просто обалдение вообще, очень вкусно. И у меня дочка, она вообще так, ну, привередливая такая в еде, и рис тоже не очень любила. Но сейчас она делает вот эти такие шарики, рис внутри тунец и посыпает этими приправами. Очень вкусно. Вот просто от души рекомендую попробовать именно эти. И тут чистый состав, они даже деткам их можно давать. И, конечно, из-за чего все это посылку я организовала на этот раз? Из-за этой вот сыворотки. Была на этот бренд большая скидка. И я показывала уже когда-то в пустых банках такие маленькие шприцы с сыворотками. И вот после пробы я решила вот эту брать. Вот здесь прямо указан состав. Аргирелин, липидур, соевый экстрат и гиалуроновая кислота. И она является как бы такой альтернативой ботокса. Сейчас тоже немножко про нее почитаю. Вот так выглядит сыворотка. Это темное стекло. Здесь ее 20 миллилитров. Написаны все активные компоненты, которые входят. И производитель обещает то, что она воздействует по принципу ботулотоксина. Уменьшает сокращение мышц. Именно вот этот компонент, аргирелин, так действует. Но он не имеет таких побочных эффектов, как имеет ботокс. Потому что он не парализует мышцу, а только уменьшает ее активность. Но еще также здесь содержится вот этот вот липидур. Липидур, он действует как комплекс такой с мощной влагоудерживающей способностью, чтобы кожа не теряла влагу. Экстракт сои, изофлавоны сои, они помогают компенсировать недостаток эстрогена. В общем, чтобы повышать эластичность кожи. Ну и, конечно, гиалуроновая кислота. Она регенерирует, глубоко увлажняет. Я пробовала эту сыворотку в таком маленьком шприце пробную. Она расходуется очень экономно. И я сейчас покажу. Я ее использую вот с этим кремом. Буду использовать на ночь. Это вот тоже знаменитый крем. Утюжок, который разглаживает морщинки. Ну и вообще хорошо очень действует на кожу. Не то, что только морщинки разглаживает, но и увлажняет, питает. Мне очень нравится. И вот буду использовать по вечерам, сейчас зимой в комплексе. Мое вообще знакомство вот с такой серьезной японской косметикой как раз началось вот с этой фирмы. Я брала несколько продуктов и очень довольна. Это вот действительно то, что работает. И на эти продукты бывает несколько раз в год большая скидка. Я тогда их, скажем так, и покупаю, потому что по полной стоимости не очень бюджетно. Но когда это большая скидка, то очень даже здорово. Поэтому вот эту сыворотку я уже взяла после такой миниатюры, попробовала. Можно на сайте, кстати, приобрести миниатюры, и они там или по одному шприцу продаются, или все четыре вместе. Потому что все-таки такая покупка небюджетная, чтобы попробовать, что действительно подходит. Еще один экземпляр в мою коллекцию мыла. Так и называется мыло с запахом счастья. Ну, конечно, оно подойдет прежде всего тем, кто любит цветочные ароматы. Потому что здесь парфюмерная композиция, она включает масло дамасской розы, а еще включает ацетат линолила и линолол. Это компоненты ароматов, которые присущи бергамоту, лаванде и другим всяким растениям. И при вдыхании считается, что они как бы интуцируют выброс серотонина. Поэтому мыло так и называется. Мыло, которое делает счастливым, помогает высвобождаться этому гормону счастья. Запах довольно-таки приятный, такой вот цветочный, розы, но не такой, как вот бывает розовое какое-то масло. Нет. Очень такой нежный, нежный аромат. И опять это вот этой фирмы Pelican. У меня уже есть несколько разных видов этого японского мыла. Но мне очень нравится. Похоже, что я начинаю коллекционировать интересное мыло. Не любое, а вот именно что-то такое особенное. Сейчас расскажу, что обещает производитель. Я даже вот о шампунях как-то не слышала, чтобы такое было действие. Но, во-первых, он очень глубоко увлажняющий этот шампунь. Его 300 мл. И для глубокого увлажнения он и гладкости волос. А также для ревитализирующего ухода за кожей головы. Особенность его в том, что он без силиконов, без сульфатов. И у него эффект скользких струящихся волос. Мне вот этого очень часто не хватает. Даже с какими-то очень хорошими средствами. И он стимулирует рост волос. Также устраняет проблемы с сухостью, с перхотью. И рекомендуется для жестких непослушных волос. Для сухих, пористых, которые повреждены окрашиванием и осветлением. Подходит для мужчин и женщин. И вот пишут тоже, как он действует. Никаких балластных стрессовых компонентов. Только активные увлажняющие элементы и деликатная очищающая формула. А также присутствует экстракт культуры стволовых клеток. Стимулирует рост новых волос. И еще сюда входит капексил. Натуральное вещество предотвращает выпадение. И тоже стимулирует рост волос. Укрепляет, уплотняет волосы. Тут еще пантенол, коллаген, гидролизаты шелка, жемчуга. Уплотняют, придают блеск, гладкость волосам. А также ботанические экстракты. Алоэ, розмарин, фукус, ромашка. Лопчатка прямо стоячая. Не знаю такого растения. Соевые бобы. Беламканда китайская. Сверция японская. Ну, в общем, очень показался мне интересным по описанию. И решила попробовать. И он тоже вот от той же марки. Это ES301. У меня есть маски для лица. И два раза в год бывают очень хорошие скидки. Поэтому маски у меня уже просто стали must-have из этого бренда. Покажу как-нибудь тоже и могу рекомендовать их. И еще положили подарки. Так, это все символы года. В прошлой зиму я тоже помню был подарок. Так, так интересно. Тут в этот раз что-то маленькое. А, какой маленький, милый тигр. Так приятно. Всегда на Мелон Панде делают что-то приятное для своих покупателей. Тут вот я тоже получила пробники. Вот это медиан линейка. Тоже очень классная для жирной кожи. Дирея. Это крем от солнца. Конфетки. Что еще? Это тоже, наверное, какой-то лосьон или сыворотка. Я так представляю, что тоже вот из этой серии. Вроде бы как. Так, и еще вот раз положили вкусняшку. У них появилась на сайте такая интересная закуска. Это миндаль и мальки. Я собираюсь ее тоже попробовать, купить. Но говорят, что это очень такая интересная, необычная закуска. Многие очень любят. Так что буду пробовать, потом расскажу. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.